Мы встретились с Багданом на чемпионате Украины, он предложил нам поучаствовать в турнире. И сам турнир, который посвящен памяти воинов, загибших в АТО, это все то, что мы переносим через себя. И прежде всего мы не могли не приехать, чтобы не поклониться, не сказать спасибо. Огромное большое спасибо матерям, сестрам, братьям, женам, тех людей, которые отдали свою жизнь за нашу Украину. И если здесь мы находимся на расстоянии полторы тысячи километров, то там мы находимся на расстоянии 60 километров от передовой. И мы знаем цену этих жизней. Они защищают нас, защищают этих ребят от того, чтобы они спокойно ходили в школу. Но я хочу сказать, что все с большей уверенностью. Мы так же защищены и так же твердые в своих подумках, как тут, так и там. Мы знаем, что эти ребята не пропустят эту гадюку. И они всегда рядом с нами. И поэтому, когда была эта пропозиция, я вернулся до спилки ветеранов АТО, нашего Добропольского окраина. И все было на высшем уровне. З нами есть представители спилки. Это то, что нас объединяет. Может, так нельзя сказать, что война объединяет, но она таки нас гордовывает и народжуется это новое. Только когда, скажут, рождается дитина, ты понимаешь, что есть жизнь, которая стоит за твоего. И, на мою думку, сейчас народжуется это жизнь. Я имею в виду нашу соборную, независимую, квитучую страну, страну-украину. И эти ребята отдали жизнь за нашу государство. Поэтому мы щиро благодарны всем за это запрошение. Поэтому мы тут, чтобы показать, что мы вместе, Донецк, Схит и Захид, мы вместе, мы с вами, мы един. Я вам хочу сказать, что мы живем в приватной садибе джерело. И те радушные, теплые, по-батьковски, родные. Дети, будучи на соревнованиях, такими серьезными, как бокс, они познают то, чего зарождалась государство. Мы вчера были в музее народжения Степана Бендера. Мы узнали такое, на жаль, я в свои годы узнал такое, которое было за мной за 7 замками. Поэтому дети очень рады. Мы сейчас едем к брату, мы в госпиталь Ивана Франковск с детьми, проведем, покажем свою повагу. Дети с нами. Мы хотим, чтобы наши дети понимали, что это наша страна. Я, до речи, взял свою родную доньку, она проехала 1500 километров, чтобы увидеть этот квитучий край Ивана Франковича. Редактор субтитров А.Семкин